Бутон, глаз-глаз. Кадры не для слабонервных. Жители Индонезии нашли в тушеке Та 16 килограммов пластикового мусора. И это еще немного. Этот кашалот вместе с рыбой съел больше 20 килограммов пакетов и бутылок. Экологи давно говорят, боятся стоить неглобального потепления. Планета утопает в полиэтилене. А ведь альтернатива есть. Решить проблему в масштабах страны предлагают на столичном предприятии. Здесь делают бумажную упаковку. От небольших пакетиков до мешков, которые выдерживают 50 килограммов. В марте в Беларуси уже принято революционное для экологии решение. В том числе постепенный отказ от пластиковой упаковки. Но пока эти станки загружены лишь на треть. Использовать бумагу сегодня в полтора, а то и в три раза дороже. Бумажная упаковка, которая на сегодня идет в розничные сети, она облагается утилизационным сбором. Полиэтилен, этот сбор также присутствует. Однако в полиэтиленовом пакете вес сырья он не достигает и полуграмма, и десятой части грамма. Бумажная упаковка, аналогичный пакет весит 5-6 грамм. То есть разница уже в сырье. И наличие утилизационного сбора значительно удорожает упаковку. В среднем 10-12% мы могли бы снизить цену, только отменив утилизационный сбор. К тому же, чем больше будут производить, тем еще ниже будет себестоимость. Причем сегодня делают бумажные пакеты, которые не боятся жира и влаги, и в то же время годны в переработку. Производитель обещает, что, к примеру, вот такой пакет может выдержать 3 килограмма продуктов. Что ж, давайте посмотрим. Поставим сюда 2 килограмма муки, 2 килограмма сахара. Это уже 4 килограмма. В принципе, можно увидеть, что пакет держится уверенно. Но мы же не успокоимся просто так. Давайте добавим сюда еще килограмм соли. Почти в два раза больше, чем заявил производитель. Производят экологическую упаковку из местного сырья. Бумагу привозят из Шклова, там ее делают из Светлогорской целлюлозы. Современные предприятия, которому нет аналогов в СНГ, запустили в конце прошлого года. Уже к сентябрю здесь выйдут на полную мощность. В сутки будут выдавать продукции на миллион долларов. Мощности Светлогорского целлюлозно-конторного комбината будут позволять производить порядка 400 тысяч тонн сырой целлюлозы в год. Из нее предварительно около 300 тысяч, что он будет продаваться на экспорт, около 100 тысяч будет оставаться для внутреннего рынка. Мы рассчитываем, что этих 100 тысяч с лихвой хватит для того, чтобы покрыть все нужды нашей отечественной целлюлозно-бумажной промышленности. И это только начало в использовании бумажной упаковки. Из макулатуры в Смолевичах сделают вот такие лотки для яиц и подставки под кофе. Сейчас лишь каждый пятый лоток бумажный, остальное пластик. И если в Беларуси переход на экологическую упаковку намерены сделать поэтапным, в странах Европы отказались, как отрезали. Многие европейские страны к этому приходят, в том числе и посредством высоких штрафов. Мы пока высоких штрафов не планируем. Мы пока планируем, скорее, образовательную кампанию. Но законодательный запрет на захоронение вторичных материальных ресурсов у нас присутствует. Уже имеющихся механизмов достаточно для первых шагов в сторону циркулярной экономики. Важно, чтобы этим законодательным установлением соответствовало поведение наших граждан. И пусть мы живем далеко от моря, мелкие частицы неразлагаемого полиэтилена могут оказаться где угодно. Пластиковый пакет распадается от ста до тысячи лет. А вот бумага, пусть даже брошенная на землю, станет удобрением уже через несколько месяцев. Сергей Козлович, Николай Певец. Наши новости ОНТ.